Академия сервиса и туризма Регионально улучшат уровень сервиса в ресторанах и гостиницах региона. Уже проведены первые тренинги. Конечная цель – повысить туристскую привлекательность региона. Сегодня для разговора мы пригласили руководителя отдела сопровождения проектов региональной палаты Райсу Искендирову и возглавившую Академию Регину Закирову. Райса Регина, я рада приветствовать вас в нашей студии. Начнем наш разговор, пожалуй, с деятельности Палаты предпринимателей. Палата предпринимателей – это некоммерческая организация, как все знают. Основной задачей Палаты является представление интересов бизнеса – малого, среднего и крупного. Деятельность Палаты предпринимателей охватывает все сферы бизнеса, все интересы бизнеса. То есть служит мостиком между бизнесом и государственными органами. Мы охватываем такие вопросы, как защита прав интересов бизнеса, это сопровождение проектов, чем конкретно занимается мой отдел. Это нефинансовая поддержка, это развитие аграрно-промышленного комплекса, это развитие технического образования, профессионального образования, обучения на предприятии и разные вопросы. В том числе и Академия сервиса тоже входит в компетенции нашего отдела. Ну и не переходя пока к Академии, хотелось бы услышать от вас мнение, на ваше мнение, на ваш взгляд, какой уровень сегодня в сервисе и туризм, уровень сервиса какой-то в Акмольской области? У нас в принципе уровень неплохой, но всегда есть к чему стремиться. Какой бы ни был хороший сервис, в любом случае нужно его развивать, так как у нас очень большой туристический потенциал. Именно поэтому мы решили запустить такой проект. Регина, вот от вас тоже хотелось бы услышать, потому что у нас действительно есть такой, на мой взгляд, есть такой разрыв между различными объектами бизнеса, если это объект, который подороже, если это элитное заведение, то с тобой, соответственно, и уровень такой же. Есть, который средний и пониже, там, где, мягко говоря, уровень обслуживания оставляет желать лучшего. Да, конечно. На сегодняшний день мы стремимся, и все гостиницы, все рестораны, рестораны-гостиничный бизнес весь стремится улучшить свой сервис и делают шаги в этом направлении, неплохие шаги. Просто наша Академия создана для того, чтобы помочь именно двигаться правильно в этом направлении, потому что мы прошли уже этот этап, мы знаем, как это сделать, чтобы не допускать тех ошибок, которые допускали мы сами, потому что мы сами больше практики, поэтому все эти ступени уже прошли. Поэтому наша главная задача – это помочь идти в правильном направлении предпринимателям. В целом, я считаю, что на сегодняшний день в Акмолинской области неплохо начал развиваться сервис, и предприниматели уделяют этому очень большое внимание. Академия сервиса и туризма – проект в Казахстане, повторюсь, уникальный. Такого аналога ему еще у нас нет, но есть такие же институты в других странах, по примеру, в России, допустим, в Германии. Что скажете? Да, с этого все и началось, потому что мы сами, когда работали в ресторане на гостиничном бизнесе, я возглавляла отель «Плаза», на тот момент у нас возникли проблемы. И мы, с чего и началась Академия сервиса и туризма, но на тот момент это была еще кухня-сервис. Мы искали очень много вопросов на свои ответы, находили их в разных местах, но целого комплекса получить не могли. Поэтому моя поездка в Киев помогла мне решить мои проблемы, потому что там мы познакомились с ребятами со школы сервиса Украины, и именно они дали нам такое направление, что нужно в этом направлении развиваться и глобально изучить весь вопрос сервиса. Невозможно улучшить сервис, выучив хорошего официанта, либо взять хороший дизайн, сделать помещение. Нужно все в целом комплексно ударить прям по этой больной проблеме, и тогда будет результат. Инициатива, я так понимаю, принадлежит Регина, вам, да? Какая роль в этом проекте Палаты предпринимателей и Акимата Акмольской области? Дело в том, что инициатива шла с двух сторон. Мы даже не разговаривали изначально об этом. То есть это такая уже назревшая проблема такая, да? Да, исходя из спроша. То есть все... У Палаты была такая проблема, и у меня была такая проблема. Ему просто так случайно совпало, что наши желания подобное притягивает подобное. Наверное, поэтому мы друг друга и нашли. Роль Акимата Акмольской области какая? Насколько я помню, во время официальной торжественной церемонии открытия был подписан меморандум. Что это за меморандум и какие задачи он преследует? Если говорить именно о Акимате Акмольской области, то благодаря... Мы подписали с ними меморандум и при их поддержке заключили меморандум с компанией Анатолиан Консалдинг. Согласно этому меморандуму, теперь у Академии сервиса есть возможность отправлять наших специалистов в Турции на базу пятизвездочных отелей и там проходить обучение. Благодаря Акимату мы в этом направлении будем двигаться дальше. С какими еще международными организациями, бизнес-организациями вы сотрудничаете? Потому что я во время презентации также помню, что говорилось о том, что слушатели Академии будут проходить обучение, стажировки в Турции, также, по-моему, в Германии, если не ошибаюсь. По-моему, какая-то есть договоренность с Киевом. Да, у нас есть договоренность с Киевом, есть договоренность с Москвой. В Москве тоже есть школа сервиса, с которой мы сотрудничаем. И как бы помогаем друг другу решить. Вернее, они нам сейчас помогают решить наши проблемы. Есть проблемы и в обучении персонала, и в тренингах есть проблемы. И очень много новых моментов сервисе возникает, потому что сервис тоже не стоит на месте, он идет вперед. Поэтому мы немножко пытаемся сейчас догнать. И самый главный, конечно, момент, что с немецким фондом, служба старших экспертов, это организация, через которых мы привлекаем иностранных специалистов в рестораны и в гостиницы для повышения уровня сервиса, повышения квалификации сотрудников. И данная программа бесплатная для предпринимателей, поэтому очень хорошая, очень удобная. Мы с ней работаем прям очень тесно. К вопросу о бесплатности мы еще вернемся чуть позже. Но кто будет, вот вы говорите, да, мы сейчас говорили о том, что будут проходить международные, зарубежные стажировки. Как они будут выглядеть, интересно? Ну, в первую очередь, мы сначала, сама Академия сервиса подписывает контракт с компанией, если брать эту компанию из Турции, допустим, да, Анталиан Консалдинг. Мы подписываем контракт, по этому контракту мы обговариваем все условия, а уже потом на базе этого контракта мы заключаем договора с желающими обучаться и проходить стажировку за рубежом. Там будет, стажировка будет бесплатной за рубежом, но будут условия нашего договора, по которому, вернувшись сюда, обратно к нам в Акмольденскую область, они будут определенный срок, должны будут проработать на предприятиях, которые предоставят им Академии сервиса туризма. Кто будет читать лекции, проводить тренинги в этой Академии, вот помимо вот зарубежных, да, которые мы обозначили, кто еще будет? Да, у нас, конечно, у нас команда большая, и мы ее набираем и растем, и также мы заключаем договора по поводу проведения тренингов. У нас в команде ребята из Астаны, ребята из Алматы, все они практически практики, да, теории очень мало, потому что все уже прошли эту школу, все знают, о чем говорят. Поэтому всегда мы сами прошли тот момент, когда мы нуждались в персонале, да, и нуждались в каких-то тренингах и брали вот то, что есть. Здесь нет, здесь можно будет выбирать, и выбирать именно из тех людей, которые прошли эту школу, знают эту базу и предлагают именно те этапы, которые уже были рассмотрены и развернуты. Поэтому школа у нас хорошая, и у нас хватает тренеров, и я думаю, что выбор у нас в этом плане большой. Возможно, вы назовете какие-то имена, да, потому что на презентации владелица агентства по подбору персонала для пятизвездочных отелей Турции, Джексин Желкибаев, выступал со своей презентацией. Очень интересно, какие-то еще имена. Да, мы с ним очень плотно сотрудничаем тоже. Также мы сотрудничаем с Александром Стрельцовым, он является, он был управляющим GQ в городе Астане ресторана. У нас есть Ксения Никитина, она является бывшим руководителем ресторана «Дублин». Она практик и теоретик, она маркетолог по образованию, с ней мы очень плотно сотрудничаем. Александрович Дмитрий, он является куратором по кухне у нас, это представитель с города Киева. Ну, также там у нас достаточное количество людей, как бы в список у нас, в принципе, есть в нашем инстаграме и на нашем сайте, поэтому всегда можно ознакомиться с каждым тренером. Приходилось бывать на вопрос, сейчас вам задам, возможно, он мне походу назрел, возможно, вопрос такой провокационный немного. Бывая на каких-то вот тренингах, тоже доводилось бывать по роду профессии и вообще часто вот такие тренинги, которые либо бесплатные, либо которые вот по какой-то акции проходят, они проходят как в виде вот какой-то заманухи, когда верхушка айсберга какая-то приоткрывается, а дальше уже подписывайтесь, приходите. Вот мой инстаграм, вот мой фейсбук, там-то в такое-то время будет проходить моя презентация и можете там присутствовать и прочее. Наверное, в этом случае не нужно забывать о том, что деятельность Академии сервиса и опыт основан на практической работе. То есть это не теория, это не тренинги, которые не имеют под собой никакой практической работы, да. Это конкретная работа на предприятии. То есть Академия сервиса заходит на предприятие и делает полностью анализ бизнеса. То есть это будет как раз-таки практика, как раз-таки будет сейчас судья, да? Да, а тренинги – это одно из направлений, и Академия сервиса, я не думаю, что планирует слишком сильно развивать это направление. То есть первая очередная задача Академии – это скорее практическая работа с предпринимателем, работа над ошибками. Вы тоже можете добавить. Да, да, я прекрасно вас, да, я понимаю, о чем вы говорите. И на самом деле мы же коммерческая структура. Хотим мы, не хотим, но мы должны привлекать своих тренеров, и тренеров за границей, они тоже стоят денег. Поэтому, да, такие моменты бывают. Не все на бесплатных тренингах открывается. Поэтому бесплатный тренинг – это, скорее всего, не замануха, да, а правильнее будет сказать – это недоговоренная информация. Вот вам, если эта информация интересна, то, значит, вас приглашают уже на более обширный тренинг, на более расширенный, где уже вы подробно все получите, всю информацию. Поэтому такие моменты, они существуют в бизнесе. Хорошо, понятно. Первый набор в Академию сервиса и туризма начался с 1 ноября. На сегодня как выглядят слушатели, да? Да. Штат служащих. Сразу хотелось бы сказать, что у Академии сервиса два направления. Обучение персонала – это отдельное направление. И работа с предпринимателем, работа именно по сервису, по улучшению сервиса. Поэтому, если говорить по набору персонала, то на сегодняшний день Академия сервиса запустила пробную пока еще программу. Она бесплатная. То есть мы объявили набор на бесплатной основе. И очень много поступило заявок. Со всем потоком мы, наверное, сразу не справимся. Поэтому мы сейчас выберем… С 1 декабря уже начнется обучение, да. Мы сейчас выбираем себе студентов. С этими студентами заключаем договора. Они будут учиться бесплатно. Но по итогу прохождения учебы они останутся работать в Академии сервиса и туризма как персонал, который мы сможем в будущем предлагать нашим предпринимателям, которые в этом нуждаются. Насколько все-таки на сегодня слушателей уже у Академии имеется? Более 45 человек уже подписали договора. Насколько вообще активен интерес, насколько живая реакция за стороны стартаперов или потенциальных бизнесменов? Ну, вот, немножко обидно в этом направлении, потому что больше заявок именно от бизнесменов поступает от Ирао, Актао, Астана. Они вышли на нас, и мы сейчас с ними заключаем договора, и команды выезжают туда на работу. Акмолинская область пока немножко так притихла. Акмолинская область, видимо, пока считает, что у нас все хорошо, да, с сервисом? Видимо, да. Есть несколько компаний, с которыми мы уже отработали за этот период времени. Провели у них немножко такой мини, скажем, мини наш проект Академии сервиса. Зашла туда, посмотрела недочеты, выявила их и сделала свои рекомендации. Но пока все сидят и ждут, видимо, когда кто-то будет такой первый, который мы уже покажем на всю страну наш проект. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем все очень сильно заинтересуются, и начнется у нас большой поток. Потому что проблема есть, людей желание есть, но, видимо, что-то их держит пока. Вы уже частично ответили на этот вопрос. Но вот действительно, то есть мне бы хотелось какое-то разграничение между платным обучением и бесплатным. Потому что в ходе презентации все-таки заявлялось, что обучение будет платным. Но каким-то образом в этом деле задействован в вопросах финансирования Европейский банк реконструкции и развития, который якобы будет, ну, 50% или как, расчислить. Да, этот вопрос, сейчас Райса, я думаю, более подробно об этом вопросе расскажет. Потому что это опять-таки роль Палаты предпринимателей в этом вопросе сыграла не последнюю роль в помощи именно Академии сервиса. Поэтому, я думаю, Райса, сможешь рассказать. В одно из направлений работы Европейского банка реконструкции и развития входит возврат, то есть выделение грантов на определенные услуги для бизнеса. Есть, конечно, направления разные. И туризм также входит, получается, в этот пул проектов, по которым можно получить грант. То есть предприниматель может прийти в Академию сервиса, заключить с ними договор, оплатить полностью услугу 100% и подать заявку на возмещение 50% от стоимости услуг Академии. Общую стоимость услуг сейчас вы вслух не оговариваете? Дело в том, что... Индивидуально. Индивидуально. То есть нужно посмотреть очень много направлений. Это бухгалтерия может быть. Это может быть обучение персонала. Регина в этом плане расскажет, наверное, больше. Обучение персонала и так далее. То есть практически 5 направлений. И стоимость пакета, наверное, будет зависеть именно от направлений, которые будут. Да, направлений, которые будет выбирать себе предприниматель. То есть он может быть считать, что у него в этом направлении есть какие-то пробелы. Он может взять только одно направление из пяти, к примеру, а может быть он комплексно захочет взять. Поэтому на каждом направлении своя ценовая политика, и у каждого ресторана тоже своя сумма. Определенно так вот не скажешь, мы стоим столько-то. Нет, все индивидуально, мы разговариваем с предпринимателем, идем им навстречу всегда и стараемся, чтобы работать было комфортно им и нам. Ну, успех любого проекта, наверное, в большей степени, в большой, по крайней мере, степени, зависит действительно от работы персонала. Расскажите об этом направлении. Ну да, не секрет, что залог успеха индустрии гостеприимства – это профессионализм персонала, владеющими тонкостями сервиса на высоком уровне. Поэтому наша академия предлагает услуги управления, консультации, обучения персонала, подготовку администраторов, официантов, барменных, управляющих. Под нашим управлением мы гарантируем хороший рост предприятия, и также мы учтем концепцию развития с учетом анализа рынка и требования стандартов гостеприимства, потому что стандарты гостеприимства есть, они в нашей компании разработаны, но для каждого предприятия они индивидуальны. Поэтому, используя наш большой опыт в этой сфере, мы будем рады помогать. Ну, Регина, вас, как представителя такого наиболее успешного и элитного такого заведения, можете сказать, какими характеристиками должен обладать объект бизнеса для того, чтобы люди туда шли и отзывались об этом хорошо, и у них оставались такие хорошие впечатления? Ну да, ничего нового я не открою, ни для кого не секрет, что в первую очередь гость всегда прав, и мы должны все-таки создать комфорт, я имею в виду комфорт именно такой, как дома. Вот когда к вам в гости приходят, к вам в дом приходят ваши гости, да, вы же стараетесь ему улыбаться и стараетесь ему угодить, и никогда им не скажете нет. То же самое, такие же стандарты есть и в ресторанно-гостиничных комплексах, то есть важное правило, чтобы клиент остался доволен. Сделать все для того, чтобы гость почувствовал себя комфортно, как дома, уютно, и главное правило, которое должен знать ресторатор, что слова нет для них, не существует. Звучит, конечно, очень хорошо и очень так действительно тепло для клиента, я думаю. По-моему, отчасти на эту тему был первый тренинг, который не так давно прошел. Расскажите подробнее о нем, сколько было слушателей, как вообще была обратная реакция. Да, мы когда первый тренинг объявляли в Акмолинской области, мы сразу оговаривали о том, что наша главная задача донести информацию, то есть мы не стремились за большим количеством людей. Нам важно было, чтобы их было немного, но они были заинтересованы в этом тренинге, чтобы они получили достаточную информацию для того, чтобы они потом могли ее использовать на своих предприятиях. Поэтому было очень приятно, что нас посетил Петропавловск город, это ассоциация рестораторов и ательеров города Петропавловска. Североказахстанской области. Да, североказахстанской области ребята приехали, мы с ними познакомились, такие молодцы. Я осталась прям очень рада тому, что мы познакомились с ними, потому что они именно прям интересовались и вопросы задавали, и записывали очень много информации. И вот дружба наша с этого началась. Сейчас мы продолжаем активно общаться. Порядка 25 человек посетил наш тренинг. Представители Акмолинской области были, представители Кустаная, ну и города Кокштау, конечно. Бавровская курортная зона была. Северные регионы, да? Да, северные регионы хорошо отреагировали прям, к сожалению. И мне хотелось бы все-таки нашу ассоциацию рестораторов подтолкнуть к тому, чтобы они тоже активнее принимали в этом участие. И мы готовы и открыты к сотрудничеству, поэтому хотелось бы, чтобы они тоже посещали нас, чтобы мы общались, дружили и вместе выявляли те проблемы, и вместе могли бы их решить. А их не было. Были, по-моему, также тренеры из столицы, да? Да, было два бизнес-тренера из столицы. Они активно вопросы маркетинга был открыт у нас на их тренингах. Мы это тоже очень обсуждали. Но более подробно у Трайса может про них рассказать. Да, бизнес-тренеры были из города Астанет, это Бржан Сериков и Азамат Маханалин. Так как тренинг был разделен на три этапа, в первом блоке рассматривали ценность целостного предложения. То есть невозможно предлагать только хорошую кухню, оставить сервис или обслуживание плохим. Невозможно предлагать только хорошее обслуживание, а не учитывать кухню. То есть ценность предложения, она заключается в его целостности. Это был вопрос первого блока. Блок маркетинга, он предусматривал бизнес-игру, бизнес-игру, выявление потребностей. То есть, получается, предприниматели поделили на команды, и они выявляли потребности нуждающихся, то есть постановочность нуждающихся людей. Было тоже очень интересно. И некоторым больше даже понравилась сама атмосфера непринужденности. Это не было в режиме совещания, в режиме какой-то школы. Это была атмосфера непринужденности, когда все задавали вопросы, был активный диалог. Отзывы на данный момент мы получаем очень хорошие. Да, и от наших предпринимателей, вот предпринимателей из Североказахстанской области, они Регину даже приглашают к себе, просят провести тренинги. Не знаю, когда вы наметили, запланировали? Да, у нас был с ними разговор после тренинга. Мы посидели, поговорили, и они попросили нас о том, что можете ли вы, так как мы являемся ассоциацией рестораторов и отельеров Североказахстанской области, что наши рестораны и отели очень нуждаются в такой информации, могли бы вы к нам приехать? Мы договорились с ними, что в первых числах января, уже 2019 года, они подготовят пожелания, по каким вопросам хотелось бы у них, а им более обширно получить ответы. И на базе этого мы начинаем уже сотрудничать, выезжаем уже. К сожалению, опять-таки не в Акмолинскую область, выезжаем в Североказахстанскую область на обучение. Тоже об этом думаю, потому что хотелось бы, конечно, если говорить о сервисе, хотелось бы, конечно, чтобы в первую очередь вся польза пришла нашему региону, и надеемся действительно, что наша Акмолинская ассоциация отельеров и кулинаров, и рестораторов, проявит большую активность в будущем, потому что Академия, в принципе, только начинает, как говорится, какие наши годы. Но на любых тренингах вопросы от слушателей, они часто выявляют какие-то проблемные болевые точки в бизнесе. Здесь были такие вопросы? Да, и самая большая проблема и самый такой глобальный вопрос, это именно, как уменьшить затраты. То есть оптимизацию затрат мы затронули прям, большое время уделили именно этому вопросу, потому что по этому направлению у нас есть там целый проект, каким образом сделать так, чтобы бизнес стал рентабельным. Потому что многие рестораны у нас открываются, к сожалению, по истечению там какого-то периода полугода, они начинают закрываться. Для того, чтобы это не произошло, у нас есть определенный портфель, который мы можем предложить предпринимателям, для того, чтобы их бизнес процветал. Там и оптимизация затрат, и закуп, как проводить правильно, и какое начисление заработной платы. То есть на сегодняшний день в Москве, мы очень плотно сотрудничаем со школой российской, у них идет начисление заработной платы сотрудникам именно по работе. То есть дельная оплата труда. И каким бы абсурдом нам для начала не казалось, но у них повара получают заработную плату от продажи тарелок. Так. То есть зарплата считается по проданным тарелкам. Да, и поэтому мы этот вопрос тоже обсуждали на тренинге. Сначала он не принял должного внимания, да, все сначала начали. Но когда мы уже глубже изучили этот вопрос и начали им объяснять, все с этим согласились, и сейчас начинают именно в этом направлении принимать решения. То есть у нас на тренинге, я тоже как представители палаты предпринимателей наблюдала, как проходит тренинг у нас, потому что проводили мы на базе палаты предпринимателей, и была возможность поучаствовать. Сначала было удивление, потом отвергали полностью, то есть нет, такая система не подходит. И потом они приняли, приняли точку зрения Регины и действительно решили, что это инсайд. То есть решили использовать это в своей работе. Если говорить о точке зрения Регина, вот опять же, да, к вам вопрос, как к опытной бизнесвумен, качественно, гостеприимно, уютно, комфортно. Это обязательно дорого? Либо это действительно какой-то внутренний менеджмент? Нет, смотри, есть четыре концепции развития. Это время, внимание, интерес и привлечение. То есть в любом случае всегда должно быть внимание. Независимо, дорого ли, быстро ли у вас. Главное, чтобы это было внимательно. Ценовая политика не всегда имеет значение в сервисе. Главное отношение персонала. И здесь тоже вот у нас, когда был тренинг, проводил Биржан под ценности продукта, он и говорил о том, что неважно, какой продукт вы продаете, важно, как работает команда в целом. То есть можно настроить команду фастфуда на то, что они отработают. Но возьмем, давайте, даже Макдональдс. Там вроде все быстро, вроде все недорого, но какой сервис? Вам всегда улыбаются, вам всегда идут навстречу, вам там становится комфортно. Поэтому хорошо, это не всегда дорого. Я думаю, абсолютно я с вами согласна. Что касается обучения языкам. В ходе презентации заходила речь о том, что будет обучение языкам. Кстати, в частности, ваша цитата была о том, что Акмолинский район на сегодня, ввиду того, что у нас расположено Боровое на территории, Зеринда, Акколь, Кругложино, привлекает большое количество туристов, а мнение о стране складывается, в частности, как раз таки... Да, 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 как раз таки именно от сервиса. Поэтому в первую очередь вот наше направление именно с Турцией, да, обучение персонала там, как раз там будет вопрос языка изучаться. То есть это турецкий, английский язык, они будут проходить обучение там. В будущем мы также планируем заключить договора с компанией по изучению языков. И этот продукт мы введем в Академию сервиса обязательно, потому что отели очень сильно в этом нуждаются. Наш основной гость это иностранцы. Да, ну, во всяком случае, если говорить о... на сегодняшний день о наших отелях там трех, четырех и пяти звезд. Очень много иностранцев нас посещает, и было бы очень правильно и приятно, наверное, всем о том, что их понимали бы, и мы бы могли узнать их потребности. Поэтому языки изучать мы будем. На сегодняшний день не могу сказать, что прям вот завтра начнем, но договор у нас сейчас проходит, как раз мы пытаемся заключить договор именно с языками. Проект Академии сервиса и туризма, как это неудивительно звучит, он социально ориентированный проект, потому что нацелен на решение также и проблемы занятости. Безработные, самозанятые могут становиться слушателями Академии. Подробнее об условиях хотелось бы услышать. Да, конечно. Второе наше направление это обучение. Обучение, где мы будем трудоустраивать, потому что у нас сейчас мы при Академии, у нас будет и кадровое агентство, где у нас будет подбор персонала, потому что большая проблема у ресторанов и гостиниц, нехватка персонала. Поэтому как раз-таки эти люди нам очень нужны. Мы откроем учебный центр при помощи Палаты предпринимателей от Амикенда, они нам очень способствуют и помогают в этом. И на базе этого обучения ребята будут проходить обучение бесплатно, получать еще стипендию, если я не ошибаюсь, стипендию от государства. И поэтому, и потом будут заключаться договора, и мы будем их трудоустраивать. Это наше направление, наша задача. Палаты Академии, он долгосрочно будет, буквально 2 минуты до конца эфира. Очень коротко, хотелось бы услышать о планах. Все мы знаем, для того, чтобы достичь успеха, нужно стремление к мечте. У каждого своя мечта. В Европе это мишленовская звезда. Это звезда, это мечта любого шеф-повара. У нас, казахстанцев, должна быть своя мечта. Мечта, которая в будущем будет сравнима с мишленовской. Академия сервиса и туризма совместно с Палатой предпринимателей Атамикен и Акиматом Акмольнской области учреждают свою казахстанскую мечту. Это фламинго. Это красивая и гордая птица, которая выбирает только лучшее место обитания. Теперь у нашего фламинго есть свои стандарты, критерии, по которым она будет выбирать себе место пребывания на год. И мы вот вместе собираемся открыть эти номинации на 2019 год. Это лучший отель, это лучший ресторан, лучший официант, лучший бармен, лучший администратор, лучший шеф-повар. И вот мы надеемся, что наши рестораны подключатся к этому активно. Буквально в минувшие выходные прошло вручение премии Мула Туризма ВОЦ. У нас было там тоже очень красочно, колоритно. И были вот такие же номинации. Я думаю, что у Академии ждет большое будущее. Я желаю больших успехов в работе. И спасибо за интересную содержательную беседу. Спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю, что все эти полчаса на наши вопросы отвечали руководитель отдела Палаты предпринимателей Акмонской области Райса Искендирова и директор Академии сервиса и туризма Регина Закирова. Приглашаем желающих присоединиться к проекту «Мира нашим домам» и успеха во всех начинаниях. С вами была Асель Турар. Редактор субтитров А.Семкин